здравствуйте добрый вечер показываться не буду потому что я хотела вчера голову помыть и забыла сказать чтоб не шампунь привезли в общем баню сегодня дома поэтому так нас сегодня выписали свет дали полчаса назад дома к поэтому у нас немножко беспорядок сварить никто ничего не успел мы едим пельмени настена вчера я гречку я говорю сегодня а вчера гречка да гречка очень вкусная еще настена делала сырники сырники вообще офигенские вкусные я вот налила себе пофе там соскучилась алена ну вроде настя говорила думал ну вкусные очень так алиша руки будет в общем вот так вот мы придумали свет картошка она у нас будет тут стоять ну ты пока нельзя будет сажать нужно чтобы она немножко ну как проросла что простые были всегда она тут у нас лежит потому что летней кухни нету вот освободили и унесем мы потом отсюда плиту газовую на летом мы всегда тоже из дома убираем но вещь необходимая мы вот на ней из пока света не было скипятили чай сварили пельмени офис баловалась настя в угол поставила а тома балуешься в балована я растю там завалилась а лишненько картошку да и перебирает в общем настена сейчас я кофе допью купили мы небу лазер взяли в аптеке говорю дайте мне небу лазера на у взяли моду небу лазер всю жизнь был ингалятор на это фраз в общем взяли мы сейчас будем пробовать я лекарство купила вот это мне дали в больнице и далее и протирол натив тоже для томочки и шприц сейчас дочка подожди подожди делая здесь лекарство муравьиный спирт в общем лазан вам взяла который тоже он идет для ингалятора потом взяла беру а вот надо будет открыть в компьютере и как это все пользоваться там все будет ну муравьиный спирт не ставим уколы друг дружке вася ходил сегодня в другому врачу другому это это да и ходил к другому терапевту и в общем с ногами ему назначили дипроспан три недели колоть раз в неделю вот это ампулка короче идет и еще назначили ему там каменную мать но ее у нас нет не знаю может быть и ватчинск или в боготол поедем тогда купим то все это будем еще и мы заехали с вами не там есть наверно это да взяла я там настойно разбирать сейчас я буду это надо сегодня еще успеть пойти посадить капусту в общем я взяла капусту так это делать ингаляции тут все мне написано в больнице нам врач написала красивый почерк какой в общем нас сюда не сидяча здесь будем делать ингаляции вот вася вчера пересаживал лобелью ничем красивенько стоит не упала ничего сейчас доченька кофе допью и все тебе сделаю хорошо вот сейчас доченька сейчас сейчас милая дарина у нас так и болеет опять легла наверх выпила таблетку дочушек лекарства вася купил ей лекарства где нужно подарили на лекарство в общем дома да вот вася взял заканчивается уж надо будет купить иду поснимать женичку на женичку сегодня жаловались воспитатели так я от нее и не добилась правды почему она себя плохо ведет не слушается и без конца плачет плачем все добивается что хочет ажей он как тома некрасиво как ладно тома маленькая ну покажись дочушенька покажись моя красивая ну ладно что ты обещала больше так не делать какой мамке наказание предыдует что угол поставить да санечка молодец покушала у нас белье развешивать приходится папе потому что нам с алина неудобно ну иногда настя но в основном конечно этим занимается папа мне так вообще я такая маленькая ростиком со стулом приходится неудобно он с томочкой да ты помощница папина умница все нету тома скажи нету как это на тебя так называют как смотри говорила ты говорила так тома умница я вообще пошла пошла снять как и булайзер у нас работает вот он такой маленький а уже зажимаешь хочу не надо на сушим зачем дарим джимой пошло здесь классный тут отмечеба поранишь хорошо дышать вот нас тоже два раза подышала говорит вообще откашливается хорошо маленький такой удобный дом где в общем мы все оценили сейчас еще тома будет дышать в глаза попадает дарька с таким серьезным видом дышит нос красный конечно нос красный нос себе весь придави сегодня же дом посиди с утра бы конечно но с утра нам не успеем подышать да и у меня вообще завтрак с третьим урок если первые два общества а полкласса кто сдает общество пишут диагностику и она нам сказала вы зачем будете приходить кто не сдает потом мне опять не позвонит нет ну тогда подышишь дарька дома тоже подышит и тонка дома так все сейчас дома будет дышать на помыть да обязательно конечно сама там там одела лялю имели женину свою куртку еще пищала 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 у нее не получается ничего до дома пищала вот спать ложились я заплела косичку так и ходит пойдем чай пить пойдем можем все приготовили пойдем пойдем моя девочка пойдем чай пить с нянечкой ну все женечка . пойдем чай пить милая дариночка слазь ты че-то читаешь что там все все разбрелись все по разным комнатам не найти никого саня ты где саня доченька не рисуй лежа дочь саня но есть же стол стул до чуша красиво но только в следующий раз рисую вот надо всех контролировать покажи ой как красиво умница маленький самолет большой самолет а гриб кто раскрашал я тоже ты раскрашивала тоже ты раскрашивала ну ты молодец я только смотри кто там все раскрашил а где цифру мастера взяла ну они у тома были в больнице тогда чушенька вот смотри кто рисовала о это я не знаю вот это Женя вот это Женя с долиной вот это Женя с долиной ой ну как красиво все это я а вот это опять Женя я ой томочка потом рисовала ну ка покажи как он я я Женя и Женя все нарисовала так покажи покажи давай в следующий раз подождите не дергайте ничего давайте я в следующий раз еще такие куплю и вы еще раз раскрасите хорошо да вот видишь тут написано цветным контуром я запомнила и в следующий раз куплю Женечка доченька сделай пожалуйста прическу себе мы идем чай пить ну я не знаю когда мы сможем иди дочушенька иди так мама купила ты будешь прическу себе делать сделай у меня камера Олешенька доченька сделай пожалуйста ей я бы сделала ну у меня видеокамера на руках ага мы собираемся пить чай и я сегодня если честно я прочитала там комментарии ответить я еще никому не отвечала мы только приехали эээх вот как бы конечно девчонки всё всё могут у меня делать но все равно мам приехала сразу в доме чисто тепло светло да дочи намного лучше когда мам дома сразу порядок чистота прибор Все равно мама есть мама. Как бы дома хорошо не было. В смысле, как бы дети не могли все сами делать. Еще, Женечка, ты сделала прическу? Садись, откройте ей, дочь. Садись, милая, садись. Саня, Женя, пейте чай. Будем уже спать ложиться. Время уже 9 час, пока почитаем. Сегодня никто не пошел гулять, потому что все после бани, и ветер у нас сильный, и все еще, как бы, значит, я так вообще без голоса, можно сказать. Дарина в температуре до сих пор, поэтому все дома. Ну, Алина не пошла, потому что, во-первых, поздно уже помылись, и, ну, не пошла сегодня гулять. Да, да, садись, пожалуйста, чай пить. Саня. А у меня, девчонки, к вам такой вопрос. Там девочка, я так поняла, что она девочка. Она считает, что вы очень много нам помогаете, что я и папа относимся к вам, как к рабам. Мы вообще ничего не делаем. Что мы делаем? Только басу-то моем. Типа, и соси, и все. Ну, не знаю, вот люди, ну, смысле, считают, что... Если у тебя нету, да, то вы покушаете, приготовите то. Ну, насколько там... То там половина папы готовит всегда. Папа первый готовит, я второй готовлю. Ну, как бы, как бы, получается, я начинаю снимать, когда мы что-то делаем. Ну, какой смысл мне ходить снимать? Вот сегодня девчонки пришли, у меня все, они пришли со школы, легли спать. Ну, я книжку читала. Привет, Дим. У нас тут соцсопрос. А что, по поводу... Ну, вот иди сюда. И вот, и, конечно, у людей, наверное, создается... Ешь, дочечка. Такое впечатление, что у нас дети работают с утра до ночи. Ну, это, конечно, совсем-совсем не так. Я говорю, вот сегодня они пришли, легли спать. Тут мама пришла, естественно, все зашевелились, забегали, и то посуду не помоешь, света нет. Ну, просто меня обвинили в том, что у меня дети рабы. Да. Ты правда. А кто обвинил? Девочка там в комментариях. А, ну, что-то она лято. Хе-хе-хе. Передолол. Хе-хе-хе. Ну, вот. Нет, конечно, я ничего не спорю. Сейчас, особенно лето, работы прибавится намного больше. Это зимой мы ничего не делали. Да, садись пить чай. Ты можешь поесть? Я столько чай попить. И дурки тоже попробую. Ну, в общем, вот так. Конечно, надо будет помогать, где-то папе строить. Не то, что они там доски будут таскать, но где-то Алина, она всегда с папой. Молоток подать, гвозди, это да, всегда. Ну, что ты делаешь? А Женя съела конфету, а ты забыла, что ей нельзя. Ну, ладно, ладно. А что ты делаешь? Она соскучилась по тебе. Ну, ладно, вопрос мы этот решили. Конечно, мы... Я лично считаю, что это полная ерунда, совершенная. Мы просим, естественно, детям нам помочь. Но это будет вообще неправильно, что дети будут лежать, гулять, а мы будем тут и посуду мыть, и полы, и все остальное. Тем более, было бы обидно, если бы был у меня один ребенок, который и полы мыл, и посуду мыл. У нас, получается, посуду кто-то из детей моет один раз в день, и пылесосит кто-то один. Это, ну, вообще. Потому что нас много, и это все раскидывается на всех. А белье разобрать сухое, ну, это что, это проблема, что ли? Какая-то, я не знаю. Ну, ладно. Хватит о плохом, будем о хорошем. Пока меня не было, девчонки тут приветы никому не передавали. Покажи, Алиночка. Настя написала. Мы передаем приветы до Ариночки. Томочка порвешь. Ой, балуется Тома. Балованы, непослушные. Арина Чайка. Катя Казанкова. Ред Леди, я думаю, так. Бублик Рулик. Владислав Болтов. Если вот этот вот Бублик и Рулик я неправильно прочитала, вы уж извините. А, это мой пэт. А, не раз. Пэт Леди? А, точно, наверное. Я думаю, я немецкий учила. И, в общем, Владислав Болтов и Мария Кулешова. Я вот так близко-близко покажу. То я даже, мы постарались написать, как написано в аккаунте, так и, в общем, мы написали. Мы передаем вам большой-пребольшой привет. Скоро майские праздники. Четыре дня выходных. Привет вам большой-пребольшой. Пишите, не забывайте нас. Ну, все, доченьки. Помажем всем пока. Пока. Димка стоит прям как неродной. Проходи. Дай я поставить чуть-чуть. Ну, поставь. Да не опился. Ага. Ну, все. До свидания. До завтра. Будем заканчивать с чаем. Продолжение следует...